По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшийся срок наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Таков финал невеселой истории, чье начало весной всколыхнуло всю чету. 16 апреля была найдена сгоревшая машина таксистки Виктории Шаламаги. Спустя некоторое время нашли и ее тело. Еще раньше был найден подозреваемый. Им оказался 25-летний Алексей Филимонов, ранее имевший судимость за убийство. 16 числа после совершения преступления он скрылся, уехал на озеро Тосея, где проживает его мама на базе. Там он скрывался в течение двух дней, пока его не задержали. Вышли на него с помощью свидетелей, иных лиц, которые сообщили, что да, это он совершил данное преступление. Следствию предстояла долгая работа, которой подсудимый активно препятствовал. Филимонов имеет за спиной не одну судимость. Работать с таким подкованным подозреваемым непросто. Богатый опыт подсказывает ему, как отвечать во время допросов и помогает вставлять палки в колеса следствию. Даже в ходе проверки показаний на месте сначала указал дерево первоначально, которым он не привязывал, хотя ошибся. В последующем показал другое дерево, где была обнаружена реально кровь потерпевшего. Но ведь есть еще и показания свидетелей. Да и вещественные доказательства врать не умеют. В результате мы имеем то, что имеем. Филимонов на 23 года отправляется за решетку. Срок мог бы и вовсе стать пожизненным, учти суд, что такое преступление подсудимый совершает не впервые. Но рецидив судья признавать отказался. Первое убийство Филимонов совершил еще будучи несовершеннолетним. При отсутствии отягчающих обстоятельств сторона вине не имела возможности ориентировать суд на назначение пожизненного лишения свободы. Штраф, предусмотренный одной из статьи, предъявленных Филимонову, тому не грозит. Хотя подсудимый и без него обязан выплатить компенсации дочери потерпевшей и владелицы сгоревшего автомобиля. Всего осужденному придется заплатить более 2 миллионов рублей. Обвиняющая сторона решением суда осталась довольна, несмотря на то, что пыталась ориентировать его на назначение потерпевшему не 23, а 25 лет. Филимонов же с приговором не согласен и собирается обжаловать. На это у него есть 10 суток.